Начала придумывать работу с того, что я стала перечитывать историю созвездий и вычитала очень странную историю. Наверное, я гораздо лучше бы рисовала в академическом смысле, если бы я училась в Строгановке, например, или в Суриковском институте. Нужно мне это или нет, это другой вопрос. Есть люди, которые принадлежат месту, и я просто такой человек. Училась я в Америке из-за того, что меня туда увезли, когда мне исполнилось 13 лет, мамы и отчимы. Я там закончила, получается, половину школы, институт. И как только закончила институт, при том, что мне там очень нравилось в Нью-Йорке, но мне очень хотелось в Москву. Поэтому я тут же, закончив институт, приехала, по-моему, на следующий день в Москву. Училась я в Купер Юнион. Это такой очень маленький и, по-своему, очень знаменитый Нью-Йоркский художественно-архитектурно-инженерный институт, в котором три факультета, в котором было много прекрасных учителей. Один из самых важных, наверное, для меня Дори Эштон — это такой писатель, критик поколения Нью-Йоркской школы. Потом, например, был Ханс Хаккин, который вел предмет, который назывался трехмерный дизайн. Это был для меня самый сложный предмет, потому что при том, что я училась в художественной школе в Москве с первого класса, я никогда ничего трехмерного не делала. У нас был, кстати, класс техники и живописи, который был совершенно необязательный, и туда записывались далеко не все. Но это был очень интересный класс, который вел такой прекрасный художник-реставратор итальянский Жан-Берто Вани, который преподавал историю живописи, все техники живописи — от начала, от фрески, яичной темперы и так далее до масляной живописи. Самые главные для меня выставки все-таки последние, и, наверное, было бы обидно, если бы это было не так. Самая сложная и большая выставка, вот последняя, которую я делала, была в Музее архитектуры во Флигеле Руина. Она называлась неиспользованным названием эссе Брюса Чатвина «Любовь к себе среди руин». Выставка началась от самого пространства. Я изначально искала пространство для большой своей серии «Отмененные созвездия». И искала, на самом деле, Белый куб. Нашлась, как бы, такая противоположность Белого куба — это руина. С одной стороны, это очень красивое пространство, которое я очень много лет люблю, а с другой стороны, оно безумно сложное и по-своему пугающее. То есть это было такое предложение, от которого я не могла отказаться, но как с ним справиться, было изначально непонятно. И когда вот придумалось само это название, которое как бы включало и руину, и сквозную тему вот этой любви к себе, которая, ну, в какой-то степени является символом искусства последних веков. Мой день довольно странный, потому что у меня старший сын вот сейчас уже скоро закончит второй класс, а к тому, что нужно просыпаться в 7 утра, я до сих пор привыкнуть не могу, потому что с самого детства для меня было очень сложно. Поэтому я просыпаюсь в 7 утра, отправляю его в школу, а потом несколько часов просыпаюсь, вот. Потом я еду в мастерскую, здесь я нахожусь до 6.30. Иногда я рисую, иногда я читаю, иногда ничего не делаю, смотрю. Нередко бывает, что я здесь находилась в мастерской и не делала ничего, и на самом деле это, конечно, важная, возможно, самая важная часть рабочего процесса. КИНОТЕАТР ПОВТОРНОГО ФИЛЬМА Который мы сделали с двумя кураторами, с Катей Иноземцевой и Наташей Нусиновой на ВДНХ во время 6 Московской биеннале. Но это на самом деле все совпало, потому что изначально было название кинотеатров, которые были в любом советском городе, кинотеатры повторного фильма. И как-то я шла по Никитскому бульвару и смотрела на театр Розовского, Никитских ворот, и вспомнила просто вот это словосочетание, там, неподалеку в детстве жила. И подумала, что, ну, как часто бывает с какими-то словосочетаниями, которые выходят из обихода, когда ты ими пользуешься, то они, ну, ты не задумываешься о странности сочетания этих слов, а когда они забываются, и вдруг ты о них вспоминаешь, то действительно, что такое кинотеатр повторного фильма, как будто был какой-то там изначальный фильм. Естественно, это были кинотеатры просто, ну, как музеи кино, в которых показывали или старые фильмы, или фильмы, которые сошли с больших экранов. Так пришла идея самой выставки, в результате постепенно для нее нашлось вот это идеальное пространство. Мы ее сделали в кинопанораме на ВДНХ. Еще совпало с тем, что в тот год московскую биеннале перенесли на ВДНХ, и мы это уже как бы скоординировали, сделали это одновременно. И это было интересно и приятно, потому что с тех пор, как в Москве вообще появилась биеннале, я всегда думала, как жалко, что ее не делают на ВДНХ, потому что, естественно, это такие наши советские джордини. Вот, и как бы все сошлось тогда. Все работы и сама выставка была так или иначе связана с советской культурой вообще, или с советским кино в частности. При этом оставалась возможность зрителю хаотично передвигаться по залу, потому что, естественно, в кинопанораме там никогда не было стульев. И зритель, окруженный на 360 градусов этими экранами, он имел возможность двигаться и смотреть вокруг. Источник идеи какой-либо, он всегда визуальный. И всегда, ну это может быть и кино, это может быть картинка в книжке, в журнале, в интернете и так далее. И любые смыслы, которые потом появляются или не появляются, они уже потом нарастают. Изначально любой источник визуальный. Даже вот эти вот работы с пустыми комнатами, они придумались. Я в Букинисте смотрела какую-то книжку для домохозяек начала 60-х годов. И там были разные советы, как там приготовить одно, другое, как расставить мебель, как повесить шторы, как покрасить комнату. Как покрасить комнату с высоким потолком, с низким потолком и так далее. То есть вот эта вот книжка для домохозяек, она по смыслу, в принципе, не важна для этих работ, но источником была она. Интересная и важная выставка для меня была в советской обсерватории в Карачаево-Черкесии, в которую меня пригласил участвовать Симон Мраз. Естественно, это находится в нигде, это в горах на Русском Кавказе, потому что, естественно, обсерватория строится вдалеке от любых поселений. Кроме самого этого идеального научгородка и прекрасной футуристической обсерватории на горе, есть три Алландские церкви X века. И начала придумывать работу с того, что я стала перечитывать историю созвездий и вычитала очень странную историю. Список созвездий, который у нас у всех в учебниках из 88 созвездий, как оказывается, существует всего век. В 1922 году в Риме был конгресс астрономов, когда они решили создать финальный и интернациональный список созвездий. Они, когда создавали этот список из 88 созвездий, они отменили 51 созвездие. Отменили то, чего изначально не существовало, естественно, потому что, конечно, созвездие – это абсолютный плод человеческого воображения. В какой-то степени, наверное, это одна из первых абстракций, созданных человеческим сознанием. И у каждого отмененного созвездия своя душесчипательная история. Я нашла на карте все эти созвездия, сделала с ними рисунки, и они были выставлены в одной из этих трех Алландских церквей. Сама вот эта отмененность в этом контексте очень многослойна, потому что там, естественно, то, что церкви Алландские, естественно, это народ, который не существует с XI века после татаро-монгольского века. Это сама обсерватория, естественно, в какой-то степени это, да, такое вот место из несуществующей страны, из несуществующей империи и работающая, наверное, по инерции. Вообще ни разу не жалела то, что вернулась сразу в Москву. Я не думаю, что здесь есть что-то, чего нет в каких-то других местах. Я просто думаю, что есть люди, которые принадлежат месту. И я просто такой человек. Я очень долго по ней скучала, пока я жила в Америке. И до сих пор я очень люблю сюда возвращаться, куда бы я ни ездила.